Чувашия поддержала Кросснации. Праздник спорта в республике прошел уже в 14-й раз. Всероссийский день бега охватил все муниципалитеты. Центральный старт был дан на набережной Чебоксарского залива. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На набережной столицы негде и яблоку упасть. Кросснации в республике продолжают бить рекорды. С каждым годом забег становится все более массовым. Только у монумента матери-покровительницы собрались 16 тысяч человек. Чтобы разогреться перед стартом, горожанам предложили выйти на гимнастику. В роли инструкторов команда по фитнес-аэробике. Для большинства горожан Кросснации стал семейным праздником. Главными судьями забега стали супруги Ивановы, профессиональные спортсмены и к тому же чемпионы. Сверять время они теперь будут по часам от главы республики. Самые-самые громкие аплодисменты нашим профессиональным спортсменам. Вместе с родителями стартовала и четырехлетняя Калина. Участие в Кросснации для девочки стало дебютом. Километровую дистанцию она преодолела без труда. А кто-то решил выйти на старт вместе со своими коллегами, друзьями и одноклассниками. Школы и вузы республики делегировали на Кросснации лучшие команды. Класс у нас очень активный. Участвуем в таком большом кроссе. И зимой тоже мы участвуем на Лыжней России. Нам очень понравилось бегать и участвовать в этом конкурсе. На одну дистанцию с молодыми каждый год выходит и Миранда Кольцова. Самой опытной участнице Кросса нации скоро исполнится 90. А она продолжает увлекаться бегом и лыжами. Я занимаюсь очень много, делаю зарядку утром, хожу очень много, двигаюсь, по городу работаю. Члены правительства, депутаты и глава республики преодолели специальную дистанцию 2 километра и 17 метров. Отличное настроение, много положительных эмоций, все рады, все счастливы. Да здравствует спортивная Россия, да здравствует спортивная Чувашия. Точное количество участников Кросса нации почитали уже выходные. Всероссийский день бега в республике поддержали более 60 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.